уважаемые друзья сегодня я вам расскажу как мы кормим животных в приюте есть экструдер это типа бытовой техники на вашей кухне электромясорубка скороварка пароварка только раз 50 больше и мощнее состав корма входит зерносмесь из трех злаковых культур это кукуруза ячмень пшеница и отходы из мясокомбината это обрез кости и фарш и еще витаминные добавки витосоль хотелось бы больше витаминных добавок но средства вот эти кости закинули кости ребят потом вот это а на выходе вот это составляющие проходят тепловую обработку при температуре 160 градусов и на выходе мы получаем растрепанные колбаски потому что у нас нет гранулятора зато корм чист ребята у нас сломан подшипник но работа стоять не может поэтому запустили на самую медленную скорость и потихонечку гоним гоним и рискуем конечно но у нас нет выхода ждем когда нам привезут подшипник к тому же нам сейчас надо будет уже заказывать шнеки вот эти то что ребята опять новая проблема но самое главное что мы потихонечку делаем корм а вообще если по-хорошему думать об этом ребята нам нужен второй экструдер мощности первого не хватает ребята знаете как интересно получается мы по-настоящему едва выживаем у нас если что-то есть то знаете на самом самом краю самая-самая капелька чтобы не сдохнуть и зацепиться вот что страшно и мы каждый раз рискуем рискуем и рискуем я очень благодарна всем за то что мы живы за то что нам удалось хотя бы жить так если бы лена не подарила нам это оборудование ребята приют бы уже давно давно бы пропал потому что собирать такие деньги на прокорм такого приюта ребята нереально зерносмесь мы закупаем раз три дня нам привозят машину и у нас есть три дня чтобы закрыть долг собаки зимой должны кушать больше для того чтобы согреться а это значит что нам необходимо две тонны корма в день через день мы забираем отходы из мясок комбината а это значит что наша газель должна быть всегда на ходу а мы не успеваем ее ремонтировать недавно случилась еще беда ночью выключился холодильник ветблоки и пропали все вакцины сыворотки и препараты которые должны находиться в холоде необходимо срочно восполнить запас всех этих препаратов кошачья собачья ну что друзья потихонечку убираем приют потихонечку выравниваем сегодня приехал трактор и наконец она может выровнять здесь площадку потому что раньше было невозможно сделать из-за грязи здесь глина друзья и нам никак нельзя было сделать потому что шли дожди и было сильное болото сейчас мы выровняем площадку потом будем делать или отсыпку или на это место поставим вольеры с деревянными полами поднимем их повыше все будет зависеть от того какой строй материал у нас будет под рукой желательно ребята чтобы у нас были доски и мы могли здесь сделать вольеры я обращаюсь ко всем друзья пожалуйста приют нуждается вашей помощи мы могли бы сделать еще два вот таких домика вот на этом пространстве если вы нам поможете друзья пожалуйста у нас есть железо но у нас нет проф листа на крыше и у нас нет сетки я обращаюсь ко всем друзья нам очень нужен проф лист и сетка сетка должна быть толстая 2 и 5 тогда собаки ее не могут порвать и она долго не гниет обращаюсь ко всем ребята нам помогли купить трубы и помогли купить про профиль 40 на 20 это у нас есть друзья сейчас помощь нужна от вас чтобы закончить до нового года хотя бы еще два вот таких домика а это значит 12 вольеров я обращаюсь ко всем помогите нам пожалуйста нам очень очень нужна ваша помощь друзья если животные будут под крышей мы сможем под них спрятать наших стареньких наших тех которые будут в сухости в теплых будках ребята выравниваем почту в самом конце приюта потому что здесь будут еще у нас вольеры мы сейчас делаем площадку передвинем бытовку чтобы было удобно и тепло просто надо отодвинуть немного от забора так друзья очень нужна помощь и нужна помощь сегодня сейчас сейчас нужна помощь чтобы оплатить трактор работа трактора стоит 22 тысячи смена я обращаюсь ко всем кто может нам помочь помогите пожалуйста очень вас прошу будьте добры помогите друзья помогите оплатить трактор помогите пока мы разравниваем эту площадку нам нужна ваша поддержка нам нужна ваша помощь пожалуйста ребята мы не могли делать это летом мы не могли это делать осенью из-за дождей из-за того что глина которая просто ну невозможно ребята трактор в ней проваливался специально ждали чтобы немного ударил мороз да работать трудно согласно но ребята это необходимо и это единственный выход именно вот эту площадку сделать и довести до ума обращаюсь ко всем друзья пожалуйста нам очень нужна ваша помощь пожалуйста друзья помогите дети есть дети как много им надо для радости ребята как много надо для счастья тепло чисто сыта а еще главное чтобы было наше с вами внимание дети это есть дети ребята я приглашаю всех друзья приезжайте у нас очень хорошие мыши и они все нуждаются вашей вашей защите в вашем тепле вашей любви приезжайте друзья пожалуйста приезжайте малыши лохматой души ждут вас и будут искренне благодарны за вашу любовь за ваше тепло а